Такими параметрами в телефоне, как 6 ГБ оперативки и 128 ГБ внутренней памяти сейчас никого не удивить. Но если речь идет об защищенном смартфоне, то сразу мнение меняется. Сегодня поговорим про новинку Oukitel WP9 – современный защищенный аппарат с хорошей производительностью и автономностью. Новинка получила крепкий противоударный корпус, который соответствует трем стандартам защиты IP68, 69K и MIL-STD810G. Oukitel WP9 не боится ни пыли, ни воды, выдерживает 30-минутное погружение на глубину до полутора метра, падение с двухметровой высоты и многое другое. Телефон отлично подходит пользователям с активным образом жизни и тем, чья жизнь связана с постоянным риском или экстримом. Девайс оснащен 5,7-дюймовым дисплеем, разрешением HD+, 1520 на 720 пикселей и соотношением сторон 19 на 9. В качестве матрицы использована популярная IPS-матрица, которая превосходно передает 16 миллионов оттенков. С ней экран выглядит достаточно ярко, контрастно и первые отзывы Oukitel WP9 подтверждают это. Из дополнительных плюсов стоит отметить присутствие закаленного стекла Gorilla Glass от известного бренда Korming. Благодаря ему сенсорный дисплей становится более устойчивым к ударам, царапинам и прочим механическим воздействиям. Производительную мощность устройства обеспечивает быстрый восьмиядерный процессор Mediatek Helio P60 под управлением Android 11. Объем хранилища в данной конфигурации представлен 6 ГБ ОЗУ и 120 ГБ флеш памяти. Последнюю можно расширить с помощью карты microSD, либо использовать комбинированный слот для размещения дополнительной сим-карты. Цена Oukitel WP9 оправдана хорошей автономностью и мобильностью. Аккумуляторной батареи на 8000 мАч хватает на 25 часов видео, 50 часов телефонных разговоров, 126 часов работы музыки и до 31 сутки в режиме ожидания. А также из приятного есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки, которую производитель заботливо вложил в комплект. В дополнение хочу отметить неплохие встроенные камеры, 8 мегапикселей фронталку и основную на 16 мегапикселей. Благодаря разнообразию режимов телефон сможет снимать отличные портреты, макропанорамы, HDR и многое другое. На тыльной крышке присутствует LED-вспышка, которая может пригодиться в качестве яркого фонарика. Защищенный смартфон имеет встроенный модуль NFC, сканер отпечатка пальцев, датчик приближения и освещенности, гироскоп, акселерометр и компас. Также давайте поддерживать популярные навигационные системы GPS, а GPS GLONASS корректно работает со всеми национальными операторами связи. В настройках можно выбрать необходимый язык интерфейса – украинский, русский, английский и другие. У меня был, кстати, на тесте смартфон с таким процессором Helio P60. Это был Cubot X30 вроде. И я устройством был очень доволен, так что могу смело заявлять, что это не просто смартфон с хорошей защитой, но и с довольно хорошей начинкой, как за свои 159 долларов. Старт продаж начнется 2-го числа, так что если вам нужно что-то подобное из смартфонов, то советую присмотреться. Ну и как всегда могу смело предположить, что в данном смартфончике будет очень хорошая защита на высоком уровне. Как мы уже и поняли, хорошая начинка, немножко помощнее, чем в предыдущих версиях. Ну и камеры, я думаю, как всегда они будут не очень. Что-то сфотографировать, конечно, можно будет, но какие-то, не знаю, шедевры там или какие-то сильно макросъемки вряд ли у вас получится им сделать. Их такие телефоны делают не для макросъемок и не для фоточек, а реально их делают неубиваемыми и с хорошей автономностью. 8000 мАч батарейка это подтвердит. Рад был для вас стараться. Пишите в комментариях, как вам смартфончик. И всего вам хорошего, хорошего вечера и пока-пока. Увидимся! Продолжение следует...